Дмитрий Левочкин шутит, получил высшее техническое образование, пока готовил масштабный подарок для россиян на 12 июня. Столько документации художнику собирать еще не приходилось. К слову, и надписей таких еще никто в мире не делал. 570 метров в длину и 52 в высоту. Чтобы на высоте 242 метра, это сопоставимо с зданием МГУ. Высота масштабная. И ширина 570 метров, но такого еще никто не делал. Одни рисуют буквы, другие страхуют, третьи помогают ориентироваться в пространстве. Над проектом ОНФ и Росгидро работала команда из 20 человек. Автор идеи Дмитрий Левочкин. Художник признается, украсить Саяно-Шушенскую ГЭ с патриотической надписью предложил в шутку. Многие там в сети высказываются, что надо было что-то нарисовать, какой-то мурал. Но у тебя всего 64 метра. То есть у тебя всего полоска есть. То есть ниже ты не можешь вообще работать априори по каким-то техническим для плотины определенным моментом. Поэтому что ты там нарисуешь. Будет у тебя такой козырек расписанный. Кому на это нужно? На реализацию смелой идеи потребовалось чуть меньше 700 банок краски. В каждой 9 литров. Работали художники на немаленькой высоте. В случае ЧП спуститься вниз невозможно. Никто еще не ставил фасадные подъемники, скажем так, нашего уровня, там вот эти вот ЗЛП-800 на гребень плотины. Это высота 242 метра. Нужны специальные краны, то есть страховочные системы, там специальные пауки, которые, в общем-то, это все дело за периметр. Страхующие люди, то есть там промышленные альпинисты тоже аккредитованные. С поставленной задачей художники справились на ура. Работы начались 8 июня и завершились 12. Украшать Саяно-Шушенскую ГЭС надпись «Россия будет долго», краску не смоет. Со временем она станет менее яркой, но совсем не исчезнет.